Новости на телеканале Север, в студии Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Ненецком округе за прошедшие сутки. Рекордная статистика дня в региональном управлении Роспотребнадзора это объясняют отложенным эффектом. Появится ли в Нарьинмаре лаборатория федерального экспертного уровня для анализа проб воды, почвы и воздуха, обсудили на заседании региональной парламентской комиссии по экологии и природопользованию. Школа родного коми и ненецкого языка начнет работу на базе этнокультурного центра. Региональное общественное движение «Изватас» и Ассоциация ЕСАОИ получили грантовую поддержку округа на реализацию проектов. 20 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе за прошедшие сутки. Один человек скончался. Среди вновь заболевших 15 жителей Нарьинмара. Трое жителей Оксина. Кроме того, зарегистрировано два привозных случая из Москвы и Санкт-Петербурга. Региональное общественное движение 273 человека. Эту информацию на заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса, которое прошло в режиме ВКС, озвучил представитель профильного департамента. По данным ведомства, стационарное лечение в Ненецкой окружной больнице получает 55 человек. 49 пациентов находятся в специализированном инфекционном отделении, 6 пациентов в специализированном реанимационном отделении, 11 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 34 пациента в состоянии средней степени тяжести, 5 пациентов в тяжелом, пятеро в крайне тяжелом состоянии, 30 процентов находятся на кислородотерапии, 5 пациентов на искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение на дому получает 218 человек. Амбулаторные больные обеспечиваются бесплатными лекарствами. На учёте в управлении Роспотребнадзора состоит 1217 человек, как близко контактировавших с заболевшими. В сельских населённых пунктах на сегодняшний день отмечается рост воксина заболевания. На сегодняшний день четверо, вновь подтверждённых случая коронавирусной инфекции. Ситуация находится под контролем и на сегодняшний день вводить в поселение режим карантина не требуется. В Ненинском автономном округе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Постепит контроль в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Всего провакцинировано 63% населения. Стремимся к коллективному иммунитету, но пока недостаточно. На оперативном штабе также приняли решение об усилении контроля за соблюдением масочного режима. В Наринмаре усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, также в организациях торговли и сферы услуг, образования культуры и спорта и иных местах массового скопления людей. Для контроля масочного режима в регионе создадут профильные межведомственные комиссии. На нарушителей масочного режима комиссии будут составлять административные протоколы в соответствии с административным кодексом Российской Федерации за невыполнение правил во время режима повышенной готовности. На этой неделе завершается всероссийская перепись населения. Всероссийскую перепись населения прошли более 30 тысяч жителей Ненецкого автономного округа. Принять участие в переписи можно через портал госуслуги с помощью переписчиков на дому, а также на стационарных переписных участках. Переписные участки находятся в технопарке «Кванториум», в спортивной школе Олимпийского резерва «Труд», Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, в школе номер 3, а также в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Перепись может получить актуальную и точную информацию о структуре российского общества, национальном составе, образовании, жилищных условиях граждан. Эти данные лягут в основу принимаемых решений на уровне государства. Более 500 семей в регионе стали получателями ежемесячной президентской выплаты на первенца. С начала 2021 года сообщает Пресс-служба администрации округа. На ежемесячные выплаты семьям, в которых появился первый ребенок с начала 2021 года, из федерального бюджета направлено около 82 миллионов рублей. Финансовая поддержка семьи реализуется в рамках национального проекта «Демография». Напомним, пособие назначается семьям, в которых первый ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка обладают семьи, чьей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Ненецком автономном округе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2021 году среднедушевой доход семьи для назначения указанного пособия составляет 46 556 рублей. Как сообщили в профильном ведомстве, за 10 месяцев текущего года получателями ежемесячной президентской выплаты на первенца стали 526 семей Ненецкого автономного округа. В региональном департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения отметили, что размер президентской выплаты на первенца равен величине прожиточного минимума в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Для тех, кто впервые обратился за выплатой в 2021 году, ее размер составил 22 884 рубля. Заявление о назначении выплаты можно подать через многофункциональный центр «Мои документы» или через портал госуслуги в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. В рамках заседания комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования обсудили в частности вопросы экологического контроля воды в реке Печора. В частности, речь шла о возможностях округа осуществлять свои полномочия в сфере экологического контроля за состоянием реки Печора. Состояние реки Печора у всех вызывает обосение. Мы все знаем, что там произвели разлив нефти, там произвели разлив нефти попаданием в реку Печора. Мы сегодня можем производить отбор пробы воды, грунта. И нашим лабораториям, которые сегодня имеются, можем проводить оценку качества. Как пояснен глава профильного департамента на территории лицензионных участков недр федерального значения, осуществлять контроль силами региональных органов округ не имеет права. В составе межведомственных групп совместно с прокуратурой, совместно с Росприроднодзором мы такие полномочиями обладаем. Заборы воды на анализ производят сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Пробы оценивают в специализированной лаборатории Центра, созданной сравнительно недавно. Здесь проводят анализы почвы, воды и воздуха. Экспертная лаборатория на территории Ненецкого округа необходима для проведения мониторинга окружающей среды, а также регионального государственного экологического надзора. Напомним о крупном разливе нефти на Харьягинском месторождении в 2020 году. Когда был разлив, мы выставили пост, он каждый день сотрудники казенного учреждения Центра природопользования садились на ловку, выезжали на границу Республики Коми, брали пробы и на Реммаре, если был шторм, и брали пробы там, на границе. К счастью, мы можем абсолютно уверенно об этом констатировать, что нефтепродукты до территории округа никоим образом не дошли. Да, безусловно, нефтепродукты повлияли на популяцию рыбы, на определенные процессы на территории самой Республики Коми. Но до нас именно нефтепродукты не дошли, в соответствии с анализами проб, которые мы проводили по воде. Там ПДК не в один из дней отбора проб, а мы выезжали там раз в 15 или даже в 20. Ну, вот весь период, когда был режим повышенной готовности, пока его не отменили, мы выезжали. И эти пробы ни разу не показали. То есть эта вода настолько была чистая, что она пригодна и для рыборазведения, а там самые высокие требования при рыборазведении. Но одновременно с этим понятно, что угрозы они остаются. Кушка у нас способна проводить эти лабораторные исследования. Однако округу требуется также исследование более высокого уровня. Вчера буквально подтвердили то, что у Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Родионова готова создать в округе лабораторию ЦЛАТИ отдельную. Сейчас мы везем, ну вот если говорить о судебных каких-то тяжбах и так далее, мы сейчас возим пробы для легитимной оценки. В Санкт-Петербург, в Коми эти пробы везутся, проходит много времени. Росприроднадзор готов создать здесь лабораторию. Плюс есть частные институты, которые также хотят сделать лаборатории, аттестованные на уровне ФСБ России для проведения экологической экспертизы. Как пояснил руководитель профильного ведомства, для более оперативной работы экологов в условиях труднодоступных территорий Крайнего Севера Центру природопользования также требуются дополнительные технические средства для передвижения по округу. Если ранее у нас была возможность контрактоваться, и у нас был вертолет в округе не Ми-8, а маленький вертолет, который обходится за 40 тысяч рублей в час, то данный вертолет нам позволял довольно... Для отбора проб нужно 3 человека. И прокуратура подтвердит, это была хорошая практика, когда совместно осуществляли выезды, отбирали пробы, и даже были штрафные санкции в отношении недропользователей за превышенные концентрации в воде. Сейчас, к сожалению, такого вертолета нет, но есть план работы, и авиаотряд поддерживает, что может такой вертолет появиться. Ну, точнее, частный предприниматель, у которого есть вертолет, может, мы поможем ему сертифицироваться, чтобы он мог в торгах участвовать, и эти услуги предоставили. Потому что на Ми-8 летать, отбирать пробы, ну, это очень дорого. Вопрос находится в стадии рассмотрения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». У жителей Заполярье появилась новая возможность изучить ненецкие коми-языки. Региональное общественное движение «Изватас» и Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй». Популяризирующие традиции своего народа получили грантовую поддержку на проекты по изучению родных языков. Более подробно о школе родного языка расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Сохранение родного языка и традиций коренных народов Севера – одно из важных условий сохранения самой нации, ее самобытности и традиционного образа жизни. Мысль о том, что нам надо сохранять родной язык, она зрела уже давно, потому что действительно язык мы постепенно теряем. И у нас на местах еще, на селе, есть педагоги, которые могут преподавать коми-язык. И поэтому в таких поселках – Харута, Харивир, Каратайка, Несь, где проживает именно коми-население, вот там были организованы кружки. С 2018 года общественная организация «Изватас» активно участвует в различных грантовых конкурсах, благодаря чему удается периодически обновлять образовательную базу для полноценного обучения. Ну и толчком, конечно, послужило то, что был еще у нас грант Лукойла, и с помощью которого мы смогли опять же методическую литературу создать для изучения именно ижимского диалекта коми-языка, потому что мы здесь говорим именно на ижимском диалекте. Сейчас уроки коми-языка «Серни там чужин-кылан», что в переводе на русский звучит как «общение на родном языке», посещают и взрослые, и дети. Помимо сельских поселений преподают коми-язык с ижимским диалектом и на базе этнокультурного центра в Наринмаре. На этих уроках коми-языка изучаются как бы все темы проходят, как обычно по учебникам проходится. Это тема знакомства, дом, одежда, вот все то, что... И разговорная речь, когда можно спокойно общаться на родном языке. Помимо изучения коми-изжимского языка в этнокультурном центре с января 2022 года можно будет обучаться и ненецкому языку. На сегодня в этом есть необходимость не только среди подрастающего поколения, но и среди молодежи. Поскольку среди населения была такая востребованность по возобновлению школы, и особенно это было заметно среди молодежи, когда мы проводим мероприятия, мы видим, что все-таки работать с молодежью нужно, и есть конкретные уже у молодежи желания изучать. Школа Нена Ивада в переводе «Настоящее слово» проведет более 50 уроков для коренных носителей языка в возрасте от 18 лет. Мы решили, что занятия будут основаны на разговорном ненецком языке. Поскольку за основу литературного языка принят большеземельский говор, он, конечно, сложен в изучении. Об этом говорят носители канинского говора, малоземельского говора. И среди молодежи мы замечаем, что для них все-таки проще вот эти два говора. И уроки будут построены в разговорной форме. Все эти мероприятия по сохранению языка нестут важную миссию в сохранении традиций коренных малочисленных народов. А мы знаем, что народ сохраняется тогда, когда живет язык и когда живет традиция. Именно поэтому мы видим важность в том, чтобы создавать такие, ну, поскольку в семье уже не разговаривают на родных языках, что создавать некие искусственные конгломераты, где желающие люди могли бы либо подтянуть уровень знаний по родному языку, либо начать изучать при руководстве преподавателя опытного с возможностью дальнейшего самостоятельного освоения. Более подробную информацию о занятиях по изучению коми ижимского и ненецкого языков можно узнать на официальной странице этнокультурного центра в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатензейский, Владислав Носкин, Телеканал СЕР. Подведены итоги международной акции «Большой этнографический диктант». Свою этнографическую грамотность проверили более 2,5 миллионов человек из всех субъектов Российской Федерации и 95 зарубежных стран. В просветительской акции приняли участие 1882 жителя Ненецкого автономного округа. Диктант можно было написать в онлайн-формате. В ряде регионов были организованы специальные площадки, отражающие культурные особенности в Ненецком автономном округе, на площадке в Ненецком краеведческом музее. В диктанте приняли участие губернатора Юрий Бездудный, представители Ненецкого и Коми народов Юрий Хатензейский и Ольга Катюбанская. Его основная цель – не проверить наши знания, школьные или институтские, а привлечь внимание широкой общественности к межнациональным вопросам, к вопросам мира и согласия. А сложный был диктант или не сложный, в части, касающейся каких-то специфических вопросов, наверное, сложный. А так, в целом, все вопросы достаточно привычные, они касались нашей страны, народа в нашей стране. Но, в целом, для меня было несложно его написать. Лидерами по количеству участников в России стали Башкирия, Москва, Краснодарский край. Средняя оценка за диктант составила 77 баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение 30 заданий – 100. Средний результат в Ненецком автономном округе – 73 балла. Узнать правильный ответ, получить историческую справку со ссылками на источники и электронный сертификат с указанием личных результатов участники смогли сразу после прохождения диктанта. Ненецкий округ в эти дни принимает участие в подготовительном этапе международного фестиваля «Физкилики». В переводе с норвежского «Счастье на рыбалке» фестиваль «Баренц региона» впервые состоится летом 2022 года. В арт-фестивале «Физкилики» принимают участие сразу три стороны – Норвежская музыкальная школа «Комуны», Дворец культуры «Арктика» из Ненецкого автономного округа и Молодежное оркестровое общество «Карелия». Само мероприятие с участием разных народов несет большую миссию. Это создание, во-первых, культурного диалога между территориями «Баренц региона». И таким образом мы можем познакомиться с культурами друг друга. И в дальнейшем мы рассчитываем проводить фестиваль уже, конечно, в живом формате, когда откроют границы. Вот, первое проведение рассчитано в Норвегии. На сегодняшний день фестиваль проходит в онлайн-формате. 11 ноября состоялся виртуальный лекторий, главными темами которого были музыкальные и культурные традиции народов. Также 13 ноября пройдет виртуальный концерт. Коллективы сторон участников готовят яркую и необычную программу из фольклорных и авторских композиций, каждая из которых по-своему передает национальный колорит своего региона. В округе мероприятие пройдет на сцене концертного зала Дворца культуры «Арктика». Посетить его можно с учетом действующих в регионе антикоронавирусных ограничений с QR-кодами или отрицательными результатами ПЦР-тестов соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Напомним, мероприятие в учреждениях культуры проходит также с учетом нормы по наполняемости зала не более 30%. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальной странице Дворца культуры «Арктика» в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – Добрая аптека. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok